МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вперед телеканал СБС, передача «Экономика дня». С вами я, Азад Гасанли. Съемку, я напомню, мы ведем из отеля «Хилтон». И здесь вместе с нашим сегодняшним гостем, финансовым экспертом, банкиром, бизнес-консультантом Джалалом Нагивым мы обсудим тему стартапов в Азербайджане. Джалалом Элим, большое спасибо, что согласились прийти сегодня к нам. И первый вопрос, который я хотел бы задать. В целом, что такое стартап и чем он отличается от традиционного бизнеса? Ну, как нам всем известно, что стартап – это произошло от английского слова «стартап», то есть начинающий. И, соответственно, по логике вещей мы понимаем, что стартап – это какой-то начинающий бизнес. Но в чем отличие между классическим начинающим бизнесом и инновационным стартапом, так его назовем, то есть стартапом, связанным с IT-технологиями? Дело в том, что обычный классический начинающий бизнес – это копирование какой-либо модели, улучшенные ли, или же, возможно, с какими-то инновациями, но не кардинально меняющими процесс. А вот стартап в том понимании, в современном понимании – это то, что полностью меняет бизнес-процесс, то есть полностью предоставляет новый какой-то продукт. Взгляд, подход, да? Новый взгляд на этот бизнес. То есть, грубо говоря, является монополистом какой-либо идеи. Новый, ранее не… Ранее не использованный, конечно. Использованный. То есть, я правильно понял, да, инновация – это не отлемая часть любого стартапа, да? То есть, без инновации, по сути, это уже не стартап. Так получается, да? Ну, вернемся к истории стартапов. Один из первых стартапов, так скажем, который зафиксирован – это стартап HP. Он был зафиксирован в 1936 году. И это был тот стартап, который объединял в себя все инновационные новинки на тот момент. И сейчас, как мы видим, что именно какие-то инновационные компании, такие как Apple, такие как Twitter и тот же Facebook, они именно на основе инноваций стали гигантами. Ну, вот, например, у меня просто еще один такой вопрос касательно вот этих инноваций. Например, да, допустим, Uber, взять, к примеру, Uber, да, он был действительно инновацией, да. Впервые такой примели подход к сервису такси. Но после него уже появились подражатели, грубо говоря, там, Lyft, там, Bolt и другие компании. Но, по сути, они тоже считаются стартапами, да, то есть уже один был первопроходцем, а остальные, они тоже инновационные, но эти инновации уже повторяются, грубо говоря. Получается так? Ну, так скажем, да, что каждый стартап имеет определенные стадии развития, да, точнее, все стартапы имеют определенные стадии развития. Это инкубационный период, когда зарождается идея, начинается обработка этого стартапа, да, то есть потом он начинает имплементироваться после разработки, начинает проходить стадию внедрения в этот, и последнее, потом он становится масштабируемым. Это очень важно для стартапа, то есть он должен быть масштабируемым. Расширяется. Расширяется, да. И только после этого получается выход. То есть многие в то же время тот самый Uber, они сейчас в процессе масштабирования. То есть фактически Uber, вы знаете, что до сих пор еще не приносит какую-либо прибыль, да, он в данный момент масштабируется, как и все остальные стартапы, то есть такого же плана, но это уже повторение их идеи на самом-то деле. Говорили про стадии развития этого стартапов. Мне интересно, а вот чем стадии, вот эти вот самые стадии развития отличаются у стартапов и традиционных бизнесов? Значит, основное отличие это то, что у традиционного бизнеса есть с чем сравнить, то есть они могут посмотреть, как развивались конкуренты, как минимум, например, я хочу открыть кофейню. Ну, это традиционный бизнес. Я просто проведу исследование их процессов, посижу там, посмотрю там, то есть это не секрет, да, поверхностно это все видно. И начну копировать и улучшать. А так как у стартапа монополия на идею, то есть такой идеи нету, да, то есть они начинают работать методом пробы ошибок. То есть где-то ошибаются, где-то правильно идут. То есть они исследователи, первооткрыватели своего рода. С какими ошибками чаще всего сталкиваются стартаперы? Ну, я расскажу о статистике и о практике своей, да. То есть статистика такова, что из ста стартапов всего лишь один становится успешным. То есть вы представляете, да, выход стартапа это всего один процент. Мы сейчас, я извиняюсь, мы сейчас глобально говорим, да? Да, мы глобально говорим, да, мы глобально говорим о мировой статистике. Плюс сейчас самое такое трендовое направление – это работа с экологически, то есть с зеленым стартапом так называемым. То есть, ну, это интересно, но это еще не применено в реальности, в практике. Все пытаются это сделать, масштабировать это, да, но насколько будет это успешно, это на самом деле еще не ясно. Это только лишь время покажет, рынок покажет. А вот если сравнить с обычным бизнесом, они применяют классические методы. Классические методы маркетингового продвижения, продвижения продаж. Внутри улучшают какие-то свои процессы. То есть риска там намного меньше. У стартапа, конечно, риск огромный, но и, соответственно, и прибыль соответствующая. Может быть, выше. Выше, да. Есть интересные исследования. Там указаны разные слои населения, то есть богатый слой населения, средний слой населения и бедный слой населения. опрашивался по поводу того, что является успехом стартапа. То есть, как ни странно, богатые слои населения больше указали это упорный труд и предпринимательская жилка. Бедные слои населения указали, что лучше это образование, капитал и связи. А средний слой населения указали, что это предпринимательская жилка, образование и работать с людьми, коммуникация. То есть, основные ошибки на самом деле в том, что каждый по-разному смотрит на один и тот же предмет. Ну и на один и тот же предмет. И нашей компетенции не всегда хватает охватить полностью спектр всех вот этих дел. И что происходит? Человек, который отличный технарь, он придумывает невероятную идею, начинает ее воплощать, а потом не может ее продать, потом не может привлечь бизнес-ангела, не может прописать правильные процессы, когда происходит масштабирование. То есть, он, грубо говоря, думает, что если у него есть идея, это уже залог успеха, да? Да, вот именно. Но нужны и специалисты в их мастерстве. Конечно, нужны специалисты, нужны определенные компетенции, нужны связи, нужен капитал. Это все на разных стадиях роста стартапа, да? Да, и все это привлечение, и также предпринимательская жилка, она, я не думаю, что всегда будет сосредоточена в одном человеке. Вот такой еще один момент. Вот вы достаточно давно уже работаете в банковском секторе, да? И мне интересно, как по Азербайджану, так и по миру, да, есть ли отдельные кредитные продукты? Бывают ли они вообще для тех, кто хочет открыть стартап? Конкретно вот сейчас в Азербайджане, ну и было бы интересно мировой. В Азербайджане некоторые банки пытались одно время, да, сделать стартап кредитования. Но, по моему мнению, это был просто маркетинговый шаг, потому что, чтобы привлечь, как говорится, общественность к этому вопросу и так далее. Потому что сам стартап – это длинный капитал, да, то есть там минимум 7-8 лет, 10 лет они должны выйти на прибыль, а потом уже выплатить кредит, да. И, соответственно, должен быть огромный льготный период, что практически, де-факто, невыгодно банку. Поэтому, вернемся к мировой практике, да, поэтому стартапы чаще всего ищут бизнес-ангелов, венчурное финансирование, да, и так далее. То есть они пользуются альтернативными методами финансирования, но не кредитованием в основном. Ну и поэтому, может быть, в Азербайджане есть какие-то сложности у них, да, допустим, у стартапа привлечь финансирование. По сути, из-за того, что условия банковского кредитования не жестче, например, поправьте, если ошибаюсь, да, но банки требуют определенную, допустим, определенную историю доходов, да. Да, естественно, банки требуют, это важно, это история доходов, это доходность, а у стартапа, вы понимаете, на начальном этапе операционной деятельности никакой доходности не будет. А если у него есть доходность, то это уже не стартап, грубо говоря, да, это уже компания. Потом проблемы возникают с залогами, допустим, с кредитной историей, которой, возможно, нет у начинающих стартаперов, да. Но, как вы знаете, в Азербайджане очень много в данный момент инкубаторов бизнеса, да, там те самые стартаперы чувствуют себя, грубо говоря, как рыба в воде, они общаются друг с другом, перенимают какие-то идеи, происходит коммуникация, их поддерживают крупные бизнеса, также, соответственно, поддерживают государство, они получают гранты определенные, да. То есть, вот я видел такую финансовую поддержку для стартапов в Азербайджане. То есть, да, но в Азербайджане, по сути, получается, именно это наиболее приемлемый способ, да, через бизнес-инкубаторы, инновационные лаборатории, стать резидентом этих инкубаторов и там уже получать, привлекать финансирование. То есть, надо на данный момент. Именно это сейчас классическая дорожная карта для развития стартапов в Азербайджане. Ну, раз уж мы затронули, в принципе, вот эти бизнес-инкубаторы, было бы интересно узнать, вот в целом, как вообще оцениваете условия в Азербайджане для развития стартапов? Мы видим, что полностью и повсеместно поддерживается малый и средний бизнес, в том числе и стартапы, которые попадают в эту категорию, да, потому что в загранице, так скажем, да, когда стартапы начали зарождаться, они назывались гаражными стартапами, да. То есть, они, большинство стартапов, грубо говоря, родились, так скажем, в гаражах, дома, там, среди знакомых, там, или студентов. В Азербайджане же полностью предоставляется площадка для молодых бизнесменов, которые хотят что-то воплотить в жизнь, какие-то свои идеи. И это действительно работает. Я был одним из судей, кто оценивал и примировал лучшие стартапы в Азербайджане, да, и это действительно работает, это очень интересно. Очень много интересных стартапов в Азербайджане. Правда, они еще не масштабированы, потому что они еще в стадии, грубо говоря, роста. Я хотел еще касательно экосистемы поговорить. Вот как вы считаете, вот насколько экосистема важна для стартапа? Ну, мы опять-таки затрагиваем ту тему, что стартап должен быть новинкой на рынке, да, то есть у него должна быть какая-то идея, и эта идея должна принести ему успех. Экосистема же – это то, что помогает потребителю спокойно находиться внутри этого стартапа. Например, да, так скажем, допустим, есть какой-то стартап А, который занимается продажей недвижимости. Мы знаем, что в Азербайджане есть там сайты, где мы можем выбрать недвижимость, и все. А вот, допустим, есть такой стартап, где вы можете выбрать недвижимость, в онлайн-режиме посмотреть каждый уголок квартиры, не звоняя, не обращаясь к макулеру, не ездя на место, плюс просмотреть потом документацию, получить, грубо говоря, интересное предложение от юриста, который скажет, что в документах вот это, 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 это правильно, а вот это, это, это неправильно, допустим. Получить среднюю цену, например, на, цену на квадратный метр в этом районе, чтобы сравнить, как минимум посмотреть, что дороже ли это или дешевле. Также заказать там доставку своей мебели или же заказать мебель, я не знаю, выбрать кого-то по ремонту и так далее. То есть, это такой, да, пример, да, вот это и экосистема. То есть, человек, сидя, грубо говоря, дома, не выходя с приложения, может получить все блага. Весь спектр услуг. Да, весь спектр услуг, который ему нужен, связанный с каким-то данным продуктом, например, покупкой квартиры, так скажем. Да, а вообще, как вы считаете, вот появление стартапов, оно как-то отразилось на ведении традиционного бизнеса на существующих предприятиях? Знаете, еще в институтские годы, в конце 90-х годов вышла книга Филиппа Котлера, которая называлась «Маркетик в третьем тысячелетии». Когда мы ее читали, то есть, мы представляли, что там фантастика написана, что это никогда не будет реально применено, но прошли какие-то, какое-то десятилетие, грубо говоря, и мы видим, что действительно весь классический бизнес просто не может существовать без онлайн-поддержки. То есть, и все больше и больше увеличивается, например, онлайн-торговля, интернет-торговля, все больше и больше мы, не выходя из дома, делаем какие-то покупки, услуги какие-то, получаем, оплачиваем все, не выходя из дома. То есть, соответственно, оборот полностью уходит онлайн. То есть, что я хочу сказать, что классический бизнес уже не существует без интернета, да, если какой-то существует, то я думаю, что он или перейдет, или исчезнет. Вы сами свидетели того, что в Баку стоимость такси здорово упала. Здорово упала почему? Почему? Потому что появились приложения, которые оптимизируют, грубо говоря, дорогу таксиста, то есть он не кружит целый день по городу в поисках клиента, а у него есть клиент, он его везет от точки А до Б, а в точке Б, возможно, он получит второй заказ и тем самым полностью оптимизирует свой рабочий график. Это к чему приводит? Это к приводу того, что он не имеет простоя, то есть у него просто так он не накручивает километры на машине, а все время получает прибыль. Это выгодно, поэтому это и работает. Например, как стартапы перетягивают классический бизнес на свою территорию, возьмем самое простое, опять поговорим о такси. Помните, раньше такси новинка была, что мы можем заказать по телефону, назвать адрес, туда приедет такси и нас отвезет. После появления Uber многие такие компании начали уже тоже переходить на приложение, потому что, конечно же, мне намного легче просто указать адрес и туда приедет такси, чем звонить, просить, ждать, потом звонить, объяснять, куда приедет и все такое. Ну вот это классический пример, как классический бизнес начинает конкурировать со стартапами и переходить на их территорию. Потому что, опять-таки, повторяюсь, у стартапа интересная идея, то есть монополия на интересную идею, но все же классический бизнес будет, естественно, догонять, а возможно иногда перегонять их в каких-либо новинках. Потому что, как мы знаем, существует три вида компании. Это те компании, которые приносят новинку на рынок, те компании, которые успевают за этими новинками и меняются, и те компании, которые ничего не делая, они исчезают с рынка. Поэтому только лишь два первых типа компаний имеют право на жизнь на рынке и конкурентоспособны. Ну и часто получается так, что стартап именно вот эта первая категория, да, которая приносит инновации на рынок, а традиционный бизнес уже внедряет эти элементы в свой существующий. Но есть и такая вещь, что такие стартапы, как Facebook, которые уже гиганты, они начинают скупать те новые стартапы, да, то же самое WhatsApp, например, да, Instagram, например, да, то есть они скупают их и берут их на свою территорию. То есть платят довольно-таки большие деньги команде, входят или в долевую часть, или полностью выкупают стартапы. Ну и, по сути, вот, начинаясь как стартап, он дальше развивается, растет, увеличивается и, по сути, превращается в традиционный стандартный бизнес. Да, но это и есть выход стартапа, да, то есть выход стартапа – это когда стартап становится доходным и становится классическим бизнесом. Неважно, он онлайн, офлайн или же он охватывает эти два сегмента. Какими качествами должен обладать человек, который хочет создать свой стартап? Вот есть ли, например, какой-то традиционный элемент, черты характера? Ну, я скажу так, да, что, по моему мнению, человек первым делом должен быть предпринимателем. Потому что, будучи предпринимателем… По характеру, да, по стилю жизни, да, то есть будучи предпринимателем, он захочет организовать вокруг себя ту команду, которая сможет повести его стартап к успеху. То есть он должен быть лидером, предпринимателем и уже потом суметь сплотить вокруг себя нужных людей для реализации своей идеи. Или же, возможно, это будет реализация идеи команды, то есть что чаще всего на рынке и встречается. Большое спасибо, Джалал Малим, за очень интересную беседу. А я напомню, что это была передача «Экономика дня». Съемку, как обычно, мы вели из отеля «Хилтон». Сегодняшний наш гость – Джалал Нагиев, финансовый эксперт, банкир, а также бизнес-консультант, с которым мы обсуждали тему стартапов в Азербайджане. С вами был я, Азат Гасанли. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»